Виклинг, сокровища, поиски золота, бриллиантов, лучшее видео, только у нас на канале, провокации, сенсации, смотрите, ставьте лайки, мы получили неимоверную премию, охотники за сокровищами, наш канал Виклинг, это огонь, мы огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути, смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золота и бриллианты. Виклинг, это золото, золото, золото. Огромный казанок сейчас Геннадий выкапывает, кстати, я это место мне предложил, как вариант гороскопа, потому что чувствовал, что здесь будет золото. Аккуратно, он огромный, а это не колокол случайно? Не знаю. Так это колокол, слышишь, а? Это не колокол случайно? Не знаю. Ну вот, видишь, куда идет? Вот заканчивается. Слышишь, капец, огромнейший. Это чугун какой-то, ну чугунок. Чугунок, да? Наконец-то, сегодня я стану богатым. Я сказал, мне все ждать в 70%. Ну я тоже так считаю, думаю, что если даже 70, ну я не знаю, будет, кажется, не торговаться. Маловато, конечно. Ну, я думаю, что по-честному, сколько в мою миску влезет, столько я унесу. Слышишь, ну реально... Так это не знаю, что это чугунки такие бывают? Не знаю, это старинный вообще. Я такое в первый раз, если честно, вижу. Это старинный. Я реально такого монстра, гиганта вижу в первый раз, если честно, вообще говорить. Я думаю, он маленький. Я начале, потому что это уже этот... Что это лежит колокол. Думаю, наконец-то мы нашли колокол. Это может не хуже колокола. Смотри. Не, ну... Ну то, что мы сорвем куш, это однозначно я уже вижу. Самое главное, его не разбей. То, что я сегодня сорву куш, однозначно. Вы посмотрите, как Геннадий играет, сейчас копает, и меня не подпускает раскоп. Потому что он сказал, что моя миска слишком большая. Господи, наполните. Геннадий, как устанешь, скажешь, я подменю тебя. Не, ну чему ночью, конечно, отличненький вообще. Не, ну это именно находка. И при том он закопанный. Я таких чугунков никогда, если честно, не видел. Вот это как раз говорит о том, что это ультарь церковная, а там выше может и то, что мы. Понимаешь? Ну да. На правильном пути. Мы на правильном пути, только Геннадий повел меня в кусты. Я очень долго копал пробки. Он хотел, чтобы я встал. А теперь он потихонечку выкапывает. Ладно, буду... Не похуй ливень, мы подпромокли. Будем копать, не переключайтесь. Надеемся, что будут еще монеты. Клад был распахан. Сильно громко кричать не буду. Потому что когда говоришь про сокровища из золота, то сразу начинаются какие-то в глубоком лесу потрескивания. Кто-то кажется, что за тобой кто-то наблюдает. В общем, еще раз смотрим подкову. Да, вот здесь я слышал этот треск. В общем, будет очень интересно. Будем копаться, будем шурфиться. Дойдем, найдем все до последней монеты. Будет немерено круто. Надеемся, что будет хотя бы как-то раз не меньше 100 золотых монет. Давайте смотрим. Идет такой очень уверенный сигнал. В специальный заветопор, как всегда. Корни идут. Из топора, конечно, не обойтись. Сигнал идет. Шурфим все же. 40, наверное. Мелкие разные находки попадаются с того клада еще. Пока есть ничего такого суперинтересного нет. Много корней. Приходится вырубывать. И лопаты, и так работаем. Интересно то, что там что-то лежит. И это нам дает, конечно же, неимоверное количество сил, потому что артефакты на месте, где был обнаружен такой крутой клад. Это супер. Классно. Будем дальше шурфиться. Как только дойдем до не знаем, что там лежит. Надеемся, что-то грандиозное. Золото, надеемся. Бриллианты. Все, что мы любим находить и вам показывать. У нас уже дилемма была показывать вам сегодняшние сокровища или нет, которые мы будем сегодня надеяться найти. Все-таки будем вам показывать. Не переключайтесь, будет именно реально круто, интересно. И, как всегда, ссылочка здесь, над левым пальчиком. Очень жарко. Поэтому поймите, почему мы говорим, давайте, класс, нас это очень супер мотивирует. Не стесняйтесь, ставьте лайки. Так, уже сигнал близко. Сейчас раскапываемся пошире, чтобы неудобно работать. так хорошо подоглубились. Так вот, песок, видно, копанный. Сейчас покажу просто. Перемешку. Покажу, смотри. Видишь, черный-белый. Вот, видно. Сейчас так в руку покажу, посмотри, видишь? Видно, что туда перекидывали. Копали. С этой стороны сбрасывали туда. Может, приборчиком еще? Давай, просто покажем сигнал. Понимали, что мы не просто наступаем. Далее, что просто покопали. Продолжает. Да. Посмотри, вот дай сбоку. Я вижу, да. Покажи просто. Сбоку идет. Да, и посмотри, покажи сюда. Да, цифры покажи. Вот. А ну-ка. Поставлю, смотри. Сстань с этой стороны. Так, можно с этой или с этой? Ну, это же не видно. Монетный сигнал уйдет. 2-0, видишь? 2-0. 2-0, 2-4. Монетный сигнал уйдет. Отлично. Так, выключаемся. Сейчас докапываем. Так, что зацепил. Сейчас можно беру? Корень? Нет, железное что-то. Сейчас. Опа, глянь, серебро. Ничего себе. Ух ты. Что-то серебряное. Большое, глянь, глянь. Реально охренелись. Капец, просто серебро. Ни хрена. Быстрее. Моченок серебра. Смотри, глянь. Сюда, с другой стороны, быстрее зайди. Погоди, погоди. Сюда, вот там, где лопаты. Зайди. Погоди. Смотри, какая-то чаша с какими-то лицами. Посмотри, глянь. Сейчас вот так. Глянь, видишь лица? Да. Глянь. Охренеть. Сейчас дай. Покажи, пожалуйста. Я сейчас специально... Реал. Да, 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 да. Вот оно. Бочонок, слышишь? Это, конечно, класс. Глянь, ты видишь? Бочонок реально серебро. Смотри. Бочонок серебро. Глубоко лежит. Глубоко, смотри. Сейчас, смотри, глянь. Покажи, был. Видишь? Черные угли. А я думал, нет, не костер. Это специально заклинание было. Покажи. А я думаю, что идет так много гари? Слушай, ну, наши экстрасенсы говорили, что здесь какое-то напряжение. А помнишь, что она говорила, что аккуратно, смотрите. Было какое-то заклинание. Похоже, что, смотри, когда закапывали. Я думаю, почему... А вот здесь я потом покажу, смотри. Давай быстрее раскапывать уже. Вот, смотри, глянь. Я думаю, что так много идет горелого. Получается, яма, она была специально дымом и каким-то шаманским, понял? Заговором, видно. Заговорена, чтобы ее не нашли. Ну, давай уже дальше. Сейчас, подожди. Сейчас обкопаю. Бли, секундочки. Не, ну, такой серебряный кубок, это тебе не кукуруза. Сейчас. Это реально серебряный кубок, сейчас. Пусть, чтобы его не зацепить, сейчас. Вот так, посмотрю, что ты понимаешь. Может быть, что... А это что еще за детальство? Это кубок, смотри. Пасочка его. Это смотри сюда, глянь, покажи дальше. Вот, видишь, сюда дальше идут. Смотри. Там, что они на русском написаны. Это, может быть, какой-то наполеоновский клад даже. Посмотри, глянь. Ну, покажи сюда ближе просто. Да, близко, близко. А нет, вот, смотри, царский... Сейчас, да, сейчас... Можешь ближе приблизить? Да. Это царский орел, посмотри, вот он. Я пальцем показываю. Видишь? Да, видно. Или польский... Нет, царский, царский. Написано, кстати, не на нашем, посмотри, написано на... Или на английском. Давай дальше, давай уже потом будем смотреть. Сейчас, подожди. Да, ну, я же дай передохнуть, наверное, сейчас. Сейчас, корни, я даже не знаю, как вырубывать, если честно. Что зацепил? Что еще есть, подожди? Там что еще есть? Сейчас, дай. Две минуты передохнул. Так. Тут что-то еще лежит, смотри, вот, покажи. Потихоньку еще вторая. Вторая находка идет, вот, видишь, смотри. Тут, получается, одна, смотри. Вот тут одна лежит. Тут вторая находка. Сейчас давай я буду, знаешь, как делать? Давай сейчас потихонечку лопатой его. Кувак обкопаю. Вот так в сторонку, наверное. Не зацепить уже, жалко же. Повредить. Сюда, видишь, идет сюда, что-то подстил. Вот, что-то здесь. Вот эти, видишь, смотри, угли идут. Вот они, смотри. Видишь, вот они. Видишь? Да, вижу, вижу. Яму, видишь, окуривали специально. А, смотри, я думал, что вторая часть. Это краник. Это что за краник? Это чаша какая-то. Подожди, да нет, это чаша. Просто маленький какой-то самоварчик, глянь, смотри. Это самовар. Это самовар. Серебный самовар, слышишь? Я в серебряном самоваре вообще не находился, честно. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Да я вообще самоваров никогда не находил. Серебро, понял? Сейчас. Сейчас, подожди, на сейчас. Почтищу, что это такое? Сейчас. Сейчас. Сейчас, подожди. Смотри, не повреди там. Сейчас. Не, вообще не шевелится сейчас. Давай обкопаем его. Сейчас, подожди. Сейчас. Ого. Огромный сейчас. Смотри, глянь. Так это не самоварчик, это самовар. Вообще не шевелится. Я думал, значит, если его возьму. Потянешь. Потяну и вытащу. Ничего подобного. Сейчас. А вот здесь, понял, смотри, тут его зажало. В этой части. Видишь, мой? Кисок такой утрамбованный. Видишь? Надо его разыть. Аккуратненько, смотри. Сейчас. Смотри. Все целое. Вообще класс. Сейчас, передохну, 2 секунды. Фух, крутой сохран такой. Похоже, что тут сама чаша серебряная. Я таких еще не находил, если честно. Вообще не шевелится. Сейчас попробовал, смотри. Вот так. Видишь, вообще ноль. А вот видишь, тут корнями, посмотри, видишь? Корнями опутанно. То, что я ее вырубал, видишь, смотри. Прям попутывал ее. Мотри, какие-то корни. Сейчас. Докапываем дальше. Раскапываем. Сейчас попробую. Поднять немножко. Вообще, глянь. Так он тяжелый. Вообще не идет, смотри. Вообще не идет. Не то, что там поднять его. О, блин, там опять что-то. Что-то еще есть. Слышишь? Да, да, да. Там звук, слышишь? Звук металлический. Что металлический? Ну, что звук металлический. Ну, я не знаю, ну, что твердое я имею. А, это он же. Да, да, да. Просто нужно туда. Взбину, понял? Большой. Хорошо. Еще есть. Не знаю, что. Мешает. Так. Сейчас я возьму, знаешь, что. Давай сейчас его вот так покажем. Его контуру, наверное, Будем как-то вот остаться доставать. Так, чтобы понимать. Ну, видишь? Ручка получается полностью хрон. Раник. Интересно, конечно. Артефакт очень крутой. Стопроцентно, что мы сюда с тобой приехали. Докапывать, видишь? Не ошиблись. Будем на боков как-то заваливать. Ну, да. Сейчас будем сюда выкатывать. Вы понимаете, что он тяжелый. Очень тяжелый. Ладно, сейчас вот этот клочищу. А, тут еще эта ножка. Аккуратней, пожалуйста. Тихо, что это? Это что тут? Ага, это его низ получается. Так, это был огонь низ, видишь? Есть так. Сейчас его вот так выкатывать будем. Не получится. Сейчас я его подкопаю, понял. Вообще не идет. Очень тяжелый. Вот лопаты хорошо идет, видишь, смотри. Идет, видишь? Ага. Сейчас. Давай. Есть. Так, самому что мы его... Сдвинуем. Тяжеленный. Тяжеленный капец. Ух. Есть. Сейчас, не дышим. Чушь себе. Сейчас. Так, сейчас. Давай, может, на верх его подтяну. Подожди. А ну. Сейчас. А ну-ка, дайте сторонку. Ох, ни хрена себе. Класс. Здесь был крайник у него, смотри. Видишь? Угу. Сейчас выбил песок. Не, ну это... Это, конечно, если круто круто. Посмотри, глянь. 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 Ты все видишь? Это так истлилась часть. Вот, глянь, ничего себе. Покажи сюда. Вот. Что-то написано. Фабрика. Фабрика. Смотри, какие перештамповки два раза ставили. Видишь? Ушко какая-то здесь. Очень круто, если честно. Реальная крутика. Ничего себе, посмотри. Покажи орла этого крутейшего. Глянь, посмотри. Написано. Торговый дом. Б. Г. Э. С сыновьями. В Туле. Ничего себе. Тульки, самовар. Посмотри. Тульский, при том, похоже, серебряный. Посмотри. Он там по себе очень дорого стоит. Так, посмотри. У него здесь, посмотри, сколько у него есть разных надписей. Реально круто. Ну, если честно, это такая находка, что просто... Давай вот так его поставим. Ты не забывай. Знаешь, он такой тяжелый? Я догадываюсь. Потому что он полный. Он реально полный. Сейчас будем стараться. Просто так хочу показать, что... Вот было видно. Неимоверный артефакт. Сегодняшний. Очень круто. Будем аккуратно расчищать. Монета. Это, конечно, круто. Наверное, да. Наверное, предложение. Смотри, вот монета, видишь? Сейчас аккуратненько покажу тебе пальчиком. Вот она лежит. Не знаю, видно. Вот. Видишь? Да. Она, точнее, не лежит, она стоит. Сейчас я вот эту сутку уберу аккуратно. Это монета. Тоненькая. Сейчас посмотрим. Может, серебро. Будем аккуратненько доставать. Окисленная. Вяжу окиси. Сейчас. Вяжу окиси сейчас. Глянь. Монеточка какая. Прованная, что ли? Нет. Это не монета. Смотри, глянь, какая. Сейчас. Какая форма странная. Это точно не монета. Капец. Какая там монета. Глянь. Это золото. Это просто тяжело в это поверить. Это золото. Смотри. Глянь. Я песком просто так счищаю. Посмотри. Дай сюда, пожалуйста. Покажи вот так меня. Ес! 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 Я тебе скажу даже больше того. Это какое-то изображение. Какое-то крутейшее изображение. Просто... Так оно в бриллиантах. Оно мелко... Бриллиантовая крошка. Смотри. Она, получается, блестит. Я не знаю, так видно. Но мне очень хорошо видно. Может, она сейчас достать лупу, показать. Смотри. К сожалению, видишь, осыпалась эмаль. Это какое-то произведение искусства. Золотое. Вот. Вот так блестит. Смотри, как видно. Оно покрыто здесь все бриллиантами. Это какой-то индейский... Не знаю. И вождь, император. Но то, что столько бриллиантов здесь на нем. Вот так видно, как блестит? Видно, видно. Вот так, да? Полностью покрыт. Полностью покрыт бриллиантами. Я скажу честно. Это может быть даже какой-то артефакт... Артискадоров. Может быть, это первый. Я не знаю. Первое золото, которое было привезено в Европу. Ну, если честно, даже... Вот просто слов нет. Просто нет слов. Золото! Он полный. Он полный золото. Это просто капец. Это даже невообразимо. Мы будем показывать... Ну, такое... Такие сокровища смотреть. Ну, давайте хотя бы миллион лайков. Я не знаю. Ну, сколько выкопать яму больше метра в глубину. Стоять в грязи, в мокром песке, покусанный комарами. Давайте миллион, но это... Миллион. Миллион лайков. Золото-бриллианты. Возможно, это... Американский король от Ауальпа. Мы не знаем. Мы так уже начинаем догадываться, кто это может быть. Ну, скорее всего, это первое, повторяюсь, первое золотое бриллианты, которое было привезено конкистадорами с Америки. Просто супер хай-тек. В 15-м, может быть, веке. Это, наверное, Писар. Это находки известного антиюриста, вице-короля Америки Писара. Вот его артефакты, которые они сюда переправляли. Как сюда добралось? Сколько здесь всего, когда я приоткрыл крышку. Я просто, ну... Просто кричит золото на лес. Вот я только что кричал. Еще покричу. Золото! Это того стоит. Это реально крутизна. Это золото, это бриллианты. Наверное, немножко мокренькие, но это ничего. Да, сейчас будем потихонечку это все быстренько увозить. Ну, если честно, кто будет рассказывать что-то нам? Просто лайки. Просто лайки и классное продолжение Виклинг. Сокровища. Приключения. Канал по приключению номер один. Смотрите сюда. Наслаждайтесь нашим видео. И давайте, не забывайте, что он полностью забит сокровищами. И мы вам будем показывать интересно. Тульский самовар. Похоже, серебряный. Будем смотреть. Крутизна. Давайте сюда. Смотрим. Продолжение во второй части. Вот. Ребята, всем привет. Канал Виклинг. Сейчас вышли, как и говорил наш экстрасенс. Это неимоверное поле. Мы называем его поле чудес. Потому что вот оно. Лес выкорчевали. Распахали. Получается, что артефакты теперь лежат на поверхности. Нам остается только методично. Метр за метром изучить. Это неимоверно крутейшее место. Подписываемся на канал Виклинг. Ставим отметочку на колокольчик. Ставим лайки. Смотрим до конца. Потому что Виклинг это золото. 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 Поехали. Поехали. Ну что, ребята. Вот уже работаем. Часик и первый сигнал попался. Ну что, смотрим, что это у нас здесь. Не переключайся. Будет интересно. Канал Виклинг. Приключения только начинаются. Золото, бриллиант и платина. Да, уже платина пошла. Это круто в этом году. Да, ребята. А, вот вижу. Вот артефакт лежит. Вот он. Сейчас я его достану. Погоди. Так, зрителям в первую очередь показываем. Давай, да сами еще не видели. Вот, ребятушки, смотрите. Как выглядят эти артефакты. Это первая мировая. Здесь надписи у нас идут. А, кстати. Год стоит. 19-й. Видишь, 19-й стоит? Это 1919-й год. Первая мировая, ребятушки. Увидел? Есть. Есть. Да, ребята. Реальные артефакты от Виклинга. Сенсации и провокации. Все только начинается. Сейчас будет реально суперинтересно. Ни в коем случае не приключаемся. Гарантируем супернаходки. Прям дальше. Ну что, ребятушки. Есть сигнал очередной. Смотрим. Вы готовы увидеть неимоверную сенсацию? А, нет, ребята. Сенсации не будет. Как это... А, хотя может что в банке есть? Скорее всего, я предполагаю, что это разбитая бутылка, но мы все равно выкопаем. Сами понимаете. Жалко, конечно. Рассчитывал, что сейчас будет какой-то суперкрутейший артефакт. Получилось. Но всегда нужно докапывать до конца. Крышка. Да, ребятушки. Это мы забираем этот мусор отсюда. Да, не переключаемся, ребята. Все только начинается. Прям дальше. А? Включился. Работаем. Ребята, вот тут. Нашли место интересное такое. Нашли место суперкрутое. Это как думал, что какой-то, возможно, жертвенничек здесь был. Так, а где наши инструменты дырочистки, а? Набросанные камни, идет сигнал. Так, слышите, так у меня этот инструмент и остались с другой сумки. В машине. Так, ладно, ребята, тогда будем копать. Смотрите, видно эти камни? Да, вот эти камни нас привлекли. Тут идет сигнал, мы сейчас аккуратно, я даже не знаю, какой-то жертвенник, думаем. Посмотрите, сколько камней разных. Посмотри, глянь, какой красивый камень. Видно вам, ребятушки? Да, отлично видно. Так, ну что, сейчас потихоньку расчищаем. Сигнал идет неглубокий. Смотрим, просто я не знаю, как так с инструментом получилось, такое жалковато, если честно, так. Включаемся. Ну. Я думал сигнал, а никто же. Да нет, я. Даже не знаю, просто как аккуратно в этом жертвеннике может все что угодно лежать, понимаешь? Гляньте, ребятушки. Посмотрите. Это вообще фрагменты каменевшего дерева. Может быть, даже его сюда специально принесли, ты понимаешь? Она могла быть как... Смотрите, ребята, видите? Тобороздочки, это дерево. Окаменевшее дерево. Надеюсь, вам видно. Да, ребята, вот такие артефакты. Но такое дерево, конечно, окаменевшее мы заберем. Другие куски. Так. Ну что, смотрим. Что-то цепанул. Очередной камень. Интересненький тоже, кстати. Какое-то место такое интересное, да? Есть! Есть, ребята! Что-то есть, какой-то металл. Есть! 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 Золото! 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 Да, вот, ребятушки, жертвенничек-то, а! Капец просто! Жертвенничек супер! Да, ребята! Вот так вот на раскопочках. Разрубленная. Рубили. А знаешь, я даже знаю, что это. Что? Это... У королей, у князей были огромные библии, которые по углам сшивались. Из-за того, что переплеток были кожаные толстые, они сшивались такими разными пластинами, понял? По углам. Это видно, вот смотри, раз, два, три, четыре. Получается, ее по всевероятности делили. Возможно, представьте себе, ребята, тысячу лет назад, ватага викингов на своих дракарах высадилась здесь, недалеко, возле реки, и разграбили древнейший город. Князь был, наверное, по всей вероятности зарублен. Но часть артефактов викинги забрали, а часть поделили. Как всегда, вы знаете, у викингов была такая фишечка. Они часть своих сокровищ закапывали или же приносили в жертву богам. Возможно, этот небольшой каменный жертвник капище и служил здесь, когда они делили эту добычу временным таким... Сейчас, подождите, прозвоню местам. Надо дозвонить еще, ребята, добейтесь. Я не слышу ничего больше. Сейчас здесь рядом будем работать. Да, ребята, возле древнего дерева обнаружен фрагмент неимоверной княжеской или королевской библии или другой христианской реликвии. Представляете себе, вот о чем говорил наш экстрасенс. Это, ребята, викинг. Это реально золото, золото, золото. Мы работаем дальше здесь, на этом месте. Да, копаем дальше, давайте. Ребята, работаем дальше здесь. Решили прозвонить. Вот, смотри, ребята, сколько камней идет. Да, то есть еще разбросано. То есть надеемся, что еще будет золото. Может, здесь еще пару жертвенников было или этот растянуло. Да, или это раскапывали просто, видите. Растянуло, да, трактором. То есть нужно доработать, досмотреть здесь. А ты знаешь, я вижу кусок керамики. Пойдем сюда, продезим, подойди сюда. Где, далеко? Да нет, сюда подойди. Так, сейчас, ребятушки. Возможно, горшок, ребята, с артефактами. Где керамика? А вот, смотри. А, это... Я не пойму, что это за красный камень. Вот, я думал, что это керамика, видите, ребятушки. А это... Нет, это не керамика, ошибся. Но интересно, смотри, какие камни здесь идут. Глянь. Видно, да? Видно жертвенничка все-таки. Давайте, не приключаемся, будет реально интересно. Погнали дальше. Шлотненько здесь. Все для вас. Давай. Так, ребята, работаем еще 3 часа уже. Да, ребята. Пол поле уже прошли тяжеловато, но... Будем искать дальше все артефакты, любимые вами. Показывать вам самое главное, не забывайте, что... Смотрим до конца. Так, пока, кроме того золота, которое мы сейчас нашли только что... Ничего не было. Ну ничего, сейчас будет, смотрите, под этими корнями всегда есть какие-то артефакты. Просто нужно идти методично, метр за метром, работать и искать их. Поэтому вы же знаете, что с виклингом реально круто, сенсационно, провокационно. Будут интересные находки, не переключаемся. Давай. Так, вышли на дорогу. Красотень немеренная. Красотень... Да, ребятушки, красота и самое главное сокровище. Ну что... Пальчики. Нет, глубинный сигнал брать не будем. Что, сейчас посмотрим. Ребята, какой-то еще артефакт очень хотелось бы вам показать. Чтоб вы просто насладились этим неимоверным копом. Ищем сейчас специально для вас глубоко, смотрите, в корнях, здесь под этой распашкой противопожарной всегда есть артефакты. Их тысячи. Сейчас дело времени, когда мы его достанем, ребята, и вам пока... Ну, нет, ребята, ложный сигнал. Сейчас доля секунды. Не переключайся. Ты сможешь увидеть. Вот, ребятушки, нашел. Подходите. Наконец-то. Долго томился. Без сигнала. Ну что, готовы увидеть? Что же тут у нас? Золото, монеты. Даже не верится. Золотые части от старинной книги. Да, я вообще хочу, знаешь, что найти сегодня? Я хотел бы сегодня... Сейчас, смотрите. Я хотел бы сегодня, ребята, найти золотые часы. Чтобы они были какого-нибудь фашистского генерала и с подписью от Адольфа. Вот такая у меня есть на сегодня мечта, не знаю. Надо заниматься... Визуализацией тогда точно найду. Так, ну что, смотрим. Ну что же здесь? Не докопали еще. Ну не томи ты меня, золотишечка. Я уже хочу показать ребятам золото, чтобы они... Шли домой. С работы. Довольны. Ну. Блин, капец просто какой-то. Ребята, вы видите, как сложно реально копать? Как это все тяжело. Сигнал идет. Так, тут у нас лежит железо, ребята, к сожалению. Наверное, потому что такой был перезвончий. Слышали? Я сейчас беру лопату и начинаю. Вот, нашел. Нет, пищит не она. Это пуля разрывная, похоже, немецкая. Да, немецкая разрывная. Видите здесь? Ну сейчас посмотрим, мне кажется, разрывная. Немчаренок попался. Я рассчитывал на золото. А, кстати, вот я только перед этим проговорил про золотые часы генерала. Вы слышали, ребятушки? На тебе сразу немецкого снайпера, похоже, разрывная. Тут, наверное, гильза лежит. Но все равно, интересно, не переключаемся. А вдруг это золотые часы? Это я так, к слову, говорю, что она там, что это может быть. Я же сам еще не знаю. Сейчас, после долгих раскопок, вы увидите, что же это за артефакт. Вот так, ребятушки, смотрите. Мы делаем сенсации. Ну, ну, да, извините. А, это как-то банка. Покажи. Фашист еще и жрал здесь, что-то, извините, за мой французский. Ну все, самое главное, что... Сегодня мы нашли золото немерено крутое, которое... Ребята, чтобы вы понимали, не знаю, сколько мы... Часов здесь пять, шесть, семь, тяжело сказать. Даже мы не смотрим на время, работаем, потому что... Сейчас отключусь. Неплохое завершение. Немецкий снайпер в кого-то стрелял. Очень интересно, посмотрите, какая огромная... Какая огромная пуля. В два раза больше, чем обычная. Это, ребята, виклинг. Реальные крутишки, сенсации, провокации, расследования, находки. Всех, кто только зашел на наш неимоверный канал, посмотрите наше золото, которое сегодня было обнаружено. Наши клады, наши... В начале видео, ребята, перематывайте, если вы там пропустили каким-то образом. В начале видео есть. Как мы нашли? Значит, золото, короля, который был погиб в битве, клады, доспехи рыцаря, серебряные, золотые монеты, оружие, поисковый магнит. Это лопата кормилица, которая просто вытаскивает тысячи артефактов. Не забывайте, что все это виклинг. Не забывайте, что только нам нужно ставить лайки. Это делают все успешные люди. Не в даке ставят дизлайки. Запомните, подписался, поставил на колокольчик. И получаешь все самое лучшее. Потому что виклинг это золото, золото, платина, платина. Виклинг, вперед, прем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 Поэтому только одно нас немножко мешает дождь, но я думаю, что это не помеха для настоящих искателей приключений дождь. Надеюсь, что из-за дождя вы не переключитесь, потому что у вас пасуха, когда вы на вас смотрите. А у нас здесь немножко мокрая. Ориентир был, получается, это дерево, что вот там вот был, получается, дожденный забор. Мы ищем, если честно, вот этот гнездо. Этому дереву более 300 лет. Да, это огромный исполин. Это сосна. И она как раз на этих картах и здесь как ориентир выступает, поэтому интересно. Анатолий Александрович, здесь находили уже какие-то останки динозавров на этой территории? Да, очень много. Здесь, почему мы работаем, получается, на этой старинной карте? Потому что именно здесь как раз и обнаружено огромное количество динозавров. Правда, растопки были больше 100 лет назад. Хорошо, что мы с тобой смогли достать старинную карту. Поэтому без карты здесь, конечно, делать нечем. Такие колоссальные территории. Просто здесь не сможешь найти место или на дислокации, где она лежит. А что здесь было? Какой-то был бассейн здесь, динозавры когда жили здесь? Здесь был океан или... Ну, здесь, да. Здесь находят разных... Ты знаешь, там, где океаны, там и разные, может быть, острова, животные, разные периоды. Мы сейчас с тобой выкопаем, посмотрим, что здесь есть. И мы тогда будем отталкиваться и что-то рассказывать. Пока, если честно, тяжеловато судить, что здесь и на что на этом месте было. На карте оно обозначено как перспективное. Они его не докопали. У них не хватило финансирования. Поэтому мы сейчас продолжаем за них делать эту сложную работу. Поэтому просим всех подписываться, ставить нам лайки. Потому что это очень интересно. Выкапывать эти милости. Это реально очень трудно, если честно. И самое главное, что вы будете развиваться интенсивно, будете лучше читать. Вам это будет интересно. Даже такая исполина, исполин сосна. Если честно, я даже посмотрю, какое закрутило, как молнии понедарило. Это уже очень интересно. Зарова придет уже и ждет все времени. Так, вот смотри, отлично. Корни нам уже не мешают. Вот сейчас уже идем в нужном русле. Сейчас только надо воду, смотри, видишь, открыть. Потому что вода дождь идет, накапливается. Чтобы не затопило раскопнувши. Вот так туда отведем ее в стороночку. Так, чтобы она туда шла. Вот так. Поехали. Поехали дальше, как говорится. Фух. Так, значит, что интересно. Что-то показалось. Вначале думали, что то ли пластмасска, то ли какая-то бутылка. Сейчас уже немножко я очистил. Покажи, пожалуйста. Сейчас снял вот такую верхнюю. Сейчас покажу. Песок снял. Вот он получается. Вот оно идет. Это, конечно, тяжело в это поверить, но это наше первое яйцо. Вот оно. Сейчас его потихоньку будем обкапывать. Корни обрубил. Глянь, какой малышик. Это какой-то маленький динозаврик. Ну, маленькое яйцо. Сейчас мы его вытащим. И все будет понятно. Ну, то есть, это какое-то яйцо небольшое, по всей вероятности. Посмотрим. Так тяжело смотреть. Сейчас будем его дальше аккуратно вытаскивать. Скоро немножко мешаю здесь. Сейчас. Вот оно такое, круглое прям, смотри. Видишь, яйцо? Да. Небольшое. Ну, интересно. Отличная сохранность. Это, может быть, только часть сохранилась. Что часть? Вот и все, оно сохранилось. Вот, посмотри, видишь, его видно прям. Вот оно, видишь? Да, отлично. Сейчас я его... Давайте аккуратненько доставать. Сейчас я его смотри. Ого, слышишь, оно куда-то дальше уходит. Оно огромное. Подожди. Слышишь? Да, просто нам не видно здесь со зрителями. Оно можно поставить сюда? Да. Оно получается, смотри. Оно, я думаю, что оно такое маленькое. Оно туда дальше уходит, смотри, видишь? Очень большое яйцо. Да, оно огромное. Подрываю вот так аккуратненько. Руками. Так вот, что вытаскиваю. Аккуратненько. Ничего себе вообще класс. Сейчас. Если его подкопаю здесь. Ну, ты же вьёная. Может мне помочь как-то? Сейчас, сейчас, сейчас. Ух ты. Ух класс. Отлично. Наши целое яйцо впервые выкопали, если честно. Поздравляю, Андрей Александрович. Это неимоверная находка сейчас для науки, для нас. Яйцо динозавра под таким дождём выкопалось. Ну, просто класс. Глянь, смотри, мы его потом отмоем, конечно же. Глянь. И сделаем обзор. Класс вообще. Пожеление, наверное, на килограмм двадцать весит. Ребята, дети, ставьте лайк. За теплое яйцо, я думаю, можно его поставить. Классно копались. Сегодня копаем целый день. Подождём. И всё-таки очередной наш раскоп по карте дал результат. Поэтому вот так вот. Я ставлю палец вверх. Давайте лайкните нам, пожалуйста. И ждите следующих наших приключений, новых находок. Мы поедем на карьер. Поедем. У нас два карьера запланированных. У нас карты, по которым мы будем ездить. Дальше эти яйца. Яйца, окаменелоси динозавра выкапывать. И, может быть, достанем маленького динозаврика. Будем стараться. Да, есть уже по карте. Будем ехать. Скоро выкапывать его. Поэтому давайте. Два пальца вверх. Показывайте родителям, как мы делаем для вас такие крутые приключения. Просто яйцо. Хайта класс. Мы сейчас его ещё отмоем, почистим. Вообще класс просто.